Всем здравствуйте! Сегодня 27 июля 2024 год Одесса Мы в прекрасном, чудесном уголке Одесском Мы до сюда давно не доходили Вот так немножко покажем эту красоту Ну что я вам хочу сказать за Одессу Опять стало тепло Вышло солнышко Хмарность прошла И на солнце уже жадко Можно идти на море Всем отдыхающим купаться и загорать Да, Игорь Сергеевич Да, шли много уже Людей Идут Ну правильно делают, зачем они сюда приехали Чтобы отдыхать Да, много экскурсий Вот мы сейчас шли Смотрим, есть экскурсии Мы выходили, было уже 28 градусов А влажность Мне как-то спрашивали Влажность в Одессе Ну влажность бывает Доходит и до 100 процентов Ну сейчас влажность Примерно 65-67 процентов Я смотрела А потом будет падать Будет меньше Ну честно говоря Думала, мы выйдем Будет хуже Ну ничего, нормально Ну я имею в виду Из-за влажности Обычно после дождя Когда выходит солнце Сильно парит И так немножко тяжело Ну ничего, да, Игорь? Да В тенечке очень даже прилично Ну хорошо Что у нас за Десса? Ой, что ты знаешь На Лонжероне В Отраде Будут снимать площадки Ну я так поняла Что это площадки Которые Кофейные 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 Они Уже Аренда закончилась Их будут сносить А зачем сносить? А чего нельзя Продлить аренду? Ну там что-то Я потом читала Что-то все Очень сложно Это такие Все блатные Да, ты права Будинок фальсейный Это его Да Конечно Мы в очень Интересном Знаменитом месте Одессы Покажем вам Попытаемся Зайти В пару Двориков Я так думаю Тайкар Сергеевич Да Да Вот здесь Много разных Вот видите Будинок Фальсфейн До 1917 Архитектор Влодок Подбудовано 1901 Да То хозяин То архитектор А это Цюма Будинку Ведомый композитор Заслушный Деньги Юрий Владимирович Знатоков Да Ну это Знаменитые Котяры Одесский Пронумерованный Да Сейчас мы Зайти Да Во дворик Одесский Здесь Когда заходишь Очень прохладно Приятно Заходить Такой двор Необычный Стрых Такой Ох Как здесь Интересно Да А там еще Посмотри Там внутри Скамеечки А что это за труба Посмотри Что это такое Бомбоубежище Есть Да Это вентиляция Эмасить Котяра Симпатяга Хозяин Хозяин двора Вот это Прелесть Красота Как тебе Вот эти Балкончики В парадную Посмотри Где ты еще Такое Увидишь Шикарно Нет Смотри Ох Какая прелесть Просто море Удовольствия Хочется Смотреть И смотреть Наш дом Парадный Давай Заглянем Это парадный Чёрный ход Нет Это парадный Смотри Это парадный Чёрный ход Это дом Файнцвенге Был когда-то Чёрный ход А теперь Это не Чёрный ход Чёрный ход Ну Понятно Квартиры Порядали Везде Это не виноград Плюш Плюш Ещё один двор Но мы в него не будем заходить Мы в него часто заходили Поэтому Можно издалека посмотреть Или думаешь зайти Не надо Не надо Ну Давай тогда Вот так Покажем Красоту Дома Как красиво На балконе Уже сидят Ну Тогда Идём На ту сторону Чтоб не идти Поверни камеру На ту сторону Всё будет хорошо Ну Вот У парадного Опять Мы не запопадаем Закрыто Да Здесь Филатов Жил Владимир Петрович В 1015-1041 А вот ещё Один дворик Сейчас мы Ворота Покажем Ну не спеши Не беги Меня Что ж ты так Вот смотрите Какие Своды Фонари Ой А мы были В одном дворе Мы заходили Заходишь А там штук 10 Люстр На этих сводах Да Мы не сняли Ох Как они Посмотри Какой домик Интересный Для кошечек И собачек Да В этом дворе Мы точно не были Здесь фонарик Висит Как необычно Здорово Очень здорово А это вот идёт Реставрация дома Кондиционеры У людей Работают А что это за шляпа Такая Для антримута Здорово Что тут Забудьте Синюхать Доносите свой мусор До специально отведённых мест Да Это как в анекдоте Господа Дамы и господа Жилого дома Там номер 5 Будьте людьми Выбрасывайте мусор В соседнем доме Да Это не анекдот Это из Этих Объявлений Зоченька Очень много Ну типа этого Да Но он же откуда брал Из живой жизни Одесска Ну смотри У нас прям сегодня Бум И ещё один Двор открыт Да Везде своды Посмотри Какие Интересные Красиво Очень красиво Видите Какие разные дворы Да Это всё В одном районе На одной улице Какие они Все разные Все интересные Все Своеобразные Вот заборчик Знакомый сварщик Где-то Да Чёрный Да ты шо Синие Вот этой Петровой Ааа Вот видишь Вот эти балконы Все Да Очень здорово Вроде бы Ничего такого Да Но Цепляет Меня Так точно Здесь тоже Видишь Такой вот Уголочек Дверь Тоже есть Да Да Что ещё у нас за Одессу Знаете что Мы рассказывали как-то Что должны были Иностранные Партнёры Передать Одессе Газовые Генераторы Да Очень большой мощности Да Очень большой мощности Так вот Уже всё готово Для их приёма Уже готова площадка Подведены все Нужные средства Чтобы его подсоединить Только вот ждут их И В ноябре В ноябре должны они прийти Вот ждут Чтоб они пришли вовремя И мы прочли Что они Дают Пять процентов Да Да Все Потребности Одессы Да Очень много Игорь говорит Что это очень много Это я так поняла Не один генератор Да А их Да Ну я не знаю Количество Да Это очень много Да Это будут К главным К главным Котельным Ну не главным А именно котельные Они будут Давать Да Их подключат к котельным Да Чтоб Тепло давали Ну то есть Это городским Не заводам Не фабрикам А именно Гражданским Правильно? Населению Вот эти люди Идут на море Явно Здесь Идем на тень Сейчас повернем Да Вчера Очень много Писалось Очень много Комментариев Было Что это машины У нас стоят На тротуаре Я уже много Раз рассказывала В центре города В историческом Центре города Нет Парковок Некто Парковочных Мест Поэтому машины Ставятся На тротуары Люди Там многие Писали Комментарии Ну а что вы сделаете Да Люди К этому Привыкли Ну просто Нет выхода У людей В городе Тротуары Есть позволяют Да Да Есть Такие Тротуары Широкие Что позволяют Ну просто Нет выхода Да Да Такое есть Ну мы уже К этому Привыкли Конечно Иногда Это Бывают Какие-то Конфликты Разные Но Обычно Это Уже Абсолютно Привычно И нормально Для Одессы Для людей И в этом Ничего Такого Страшного Прям как Пишут Нет В старом Городе Такое Да Так у нас В старом Городе Тротуар Бывает 20 метров Шириной Да Да Где такое Да Есть Где-то Где Узкие Тротуары Но В основном В Одессе Очень Высокие Тротуары Ой Высокие Широкие Тротуары Да Ну вот Даже Вот здесь Для сравнения Видите С одной Стороны Тротуар Широкий А с другой Узкий Но Это Потому Что Как бы Структура Так На спуск Идет Поэтому Оно Сужается А потом Дальше Когда Перейдешь Улицу С той Стороны Там Опять Широкий Тротуар Ну Это Школа Столярского Я по старинке Называю Это Школа Столярского Сейчас Это Называется Лицей По-моему Да Игорь Сергеевич Да Школа Имени Мине Как говорил Сам Столярский Школа Имени Окна Окна Забиты Потому Что Они Здесь Были Полностью Разбиты Я Уже Рассказывала Там Вы Видели Здесь Вообще Не Было Ни Одного Цельного Целого Окна Все Были Разбиты Одесский Державный Музычный Лицей Имени Профессора Столярского Да Лицей Вот Видите Покажу Вам Вход Покажу Все Забито Все Забито Зимой Луны Да Да Все Было Разбито И Ученики Бывшие Которые Раньше Здесь Учились Собирали Средства Делали Концерты Специально По всему Миру Да Собирали Средства Чтобы Можно Было Закрыть Окна Менять Решили Пока Не ставить Стекла Потому Что Это Бесполезно Поэтому Пока Закрыли Так Это Фанера Называется Или Как Она Называется ДСП Ворота Тоже Знакомы С ваш Очень Очень Много В Одессе Можно Увидеть Что Закрыты Окна Фанерой Где-то Нет Где-то Да В основном Это там Где уже Вылетели А многие Закрывали Заранее Да Есть Такие У нас Да Многие Закрывали Заранее Но В основном Закрыты Там Где уже Были Разбиты Кстати Все Магазины Ела Мы сюда Это Отель Ну там Что-то Нет смысла Захотеть Я не знаю Наверное Уже будем Заканчивать Мы много Сняли Да Покажу Да Игорь Сергеевич Я спрашиваю Да Или пройдем Немножко Нет Каждый Флажок Это погибший Воин Да Каждый Маленький Флажок Это погибший Воин За Украину За нашу Жизнь Царствием Небесное И вечная Память Ну будьте Нам здоровы Берегите себя Берегите Своих Близких И пусть У всех Наступит Завтра А я хотела Показать Там мозаику Ну не видно Там Да Дерево Закрывает Закрывает Наступит